всем привет всем доброе утро смотрите чем я занималась здесь с утра я цветы сажала это карина привезла сказала мама их надо посадить уже корешки отросли я посадила сразу некогда было сегодня с утра думаю надо быстренько сделать пока время есть немножко с утра полила все вот эту грядку я уже не поливаю чудо не зря воду тратить ее надо все уже удалять выбрасывать все вытаскивать с нее все здесь тоже уже практически ничего не осталось так по чуть-чуть вот последние поспеют помидорки огурчик еще наверное оставлю потому что хоть кривые косыри но они все равно вкусные спрашивали меня вчера про мою курочку рябу в комментариях ну вот она смотрите красивая но если вдруг похолодает хотя у нас стоит сейчас отличная погода на всю неделю до 30 градусов 28 29 это вот смотрите надо будет сегодня попробовать это вот первая помидорочка маленькая от курочки рябы но так ради интереса конечно маленькая хиленькая но все равно есть главное что интересно здесь вот смотрите побольше помидорки и здесь ну вызрит по крайней мере вызрит смотрите мой пепперони начал цвести ой умрешь в этом году что-то у меня вообще все непонятно так кортензию я вам показывала файги еще тоже не отсадила хочу теперь сначала думала все просто напросто отрежу вот эти все ростки а теперь не подали такую идею что можно отсадить в горшки и потом просто кому-нибудь раздать если вдруг кому-нибудь надо кто недалеко живет пишите я правда не знаю приживутся они или не приживутся то с удовольствием поделюсь со мной тоже все делятся и всяким семенами сегодня кстати получила тоже от одной подписчицы семена помидор и петрушки не вообще девочки вы уже столько много всяких разных семян прислали мне уже точно надо вон то поле мне надо вон то поле арендовать для моих для моих растишек чтобы посадить туда целое поле помидор и еще чего-нибудь огурцов ну да вместо то у меня немного но все равно семена очень интересные все но посмотрим что вырастет на следующий год в этом году как-то ну лето было не такое какое должно было быть когда нужно было чтобы было тепло было холодно когда нужно было чтобы было попрохладнее было сильно жарко ну такое у меня урожай хотя когда мы были в отпуске карина сказала она у меня очень много собрала и помидоры и огурцов она гаджалка пропадает сабрина не особо ест но ей одной тоже много не надо было эрик сказал ему тоже не очень хочет ну а карина сказала что она прям много собрала себе урожай я гону самое главное что это не пропало ничего самое главное что съелась потому что правда помидоры домашние помидоры очень очень вкусные все равно отличаются от магазинах и намного я собралась в магазин за мной сейчас заедет одна знакомая ну так знаете спонтанно она позвонила год хочешь магазин вместе типа пошарахаться ягу ну давай заедь поедем хоть немножко пообщаемся естественно я снимать не буду а потом но если что-нибудь куплю вам потом покажу вчера мне посоветовали в комментариях купить но попробовать один на такой хомоапатишь и знаете который на травах препарат какие-то капли в общем как называется я вам не скажу вот тут вот где-нибудь напишу потом в уголочке сказали что две упаковочки пропили этих две бутылочки этих капель пропили и стало легче ну с рукой с пальцем я не знаю что у этой девочки болела но тоже суставы какие-то у меня вот тут от болит сустав вот здесь вот в локтевом суставе мне не локоть болит у меня локоть не болит у меня здесь болит мышца у меня здесь просто напросто наверное надрыв мышцы или сухожилия поэтому долго болит и вот когда я ничего не делала в отпуске то у меня прям я говорю прям боль моментально уменьшилась ну короче дома не получается так чтобы ничего не делать и еще я хотела у вас спросить но это я потом уже когда домой приеду сейчас не буду тоже сейчас уже позовной приемки я в общем есть один какой-то препарат сейчас и наверное кто в тег токи кто в тег токи часто бывает наверное видели я тоже не помню как он называется специально себе сохранила буду надеяться что я найду стоит он дорого он стоит больше чем 200 ойра мне просто знаете что интересно я потом вам скриншот здесь где-нибудь сделаю этого препарата как он выглядит и может быть может быть уже кто-то из моих девочек этот препарат принимал и вам он помог комментариев там очень очень мало все только пишут хочу где купить хочу где купить и только два комментария я видела что покупала ничего не помогло пропила два месяца ничего не помогло но не сильно хочется выбрасывать деньги на ветер но все-таки это не 20 евро если 20 евро то можно выписать и попробовать а 200 евро как-то ну немножко жалко весь деньги на ветер выбрасывать просто может быть кто-нибудь из моих девчонок уже его пил этот препарат и он вам помог если вы мне скажете то не покупаю он помогает а я конечно куплю потому что я в принципе тоже стараюсь давать такой честный отзыв ну чтобы кто-то зазря просто-напросто не покупал что-либо ну что но это в принципе такая не реклама это просто я у вас спрашиваю и когда я кому-то что-то советую это тоже никак не какая-то там проплаченная реклама знаете за которую там кто-то деньги получать мне сейчас между прочим очень много приходит всякой разной всяких разных предложений от рекламодателей там то прорекламировать то прорекламировать что-то я сейчас не хочу у меня что-то сейчас нет такого настроения что-то рекламировать ночью если будет что-то интересное что меня заинтересует то я возьмусь протестировать но и вам показать и дать честный отзыв а так мне просто напросто как-то ну не очень не очень охота я просто с вами сейчас тут болтаю потому что жду когда за мной придет я сегодня без машины мне нужно только кошелек с собой взять и все сабрина дома ключи от дома тоже не беру сабрина сегодня работает но она работает сегодня когда наши соседи бывают такими громкими она сегодня по моему с трех часов работает ну до трех часов я точно домой вернусь убрала эти цветы самого солнца а то они какие-то вяленькие становятся в тенечке у нас просто жарко а на одном отростке да не было корешков я оставила его воде пусть даст корешки потом я его и листа досажу или отдельно посажу смотрите уже елочные игрушки во все продают всякая разная декорация для нового года какой гном красивый прям такой прям очень классный не знаю сколько стоит высоко стоит дед мороза же всякие разные елочки у меня кстати есть на канале как сделать вот такого скандинавского гнома просто и классно получается я тогда детям дело 21 розовый у меня был один голубой что-то выложила все на стол сейчас вам буду показывать что я купила и думаю надо посмотреть на чек что-то вроде бы купила всего ничего 26 40 центов заплатила были в тете я не знаю видно не видно учета как-то отсвечивает по моему но я думаю вы не верите что купила решила поменять декорацию но это так знаете спонтанно вот такой вот белый подносик я не знаю как правильно сказать такой белый ящичек потом сделаю вам покажу хочу на стол своего кухни поставить надоели мне эти цветочки цветочки пока уберем для других времен вот такие вот камушки купила но я не знаю камни это или как песок этот белый ящичек белый подносик стоил знаете кто это был это нам пришли чистить камин трубопроход трубопроход наверно это очень сейчас я уже провожу этого молодого человека просто разделка выходила в этот раз парень я знала что он придет но у меня время было написано в три часа у нас сейчас только два часа но он уже здесь ну хорошо быстрее сделает и уйдет просто я на самый чертак бегала показывала каждый у нас раньше был один и тот же а теперь каждый раз но в прошлый раз говорю девушка была в этот раз парень пришел я не знаю куда идти нужно было показывать потом еще сейчас он сначала наверху ну сверху камин прочистит трубопроход и затем пойдет в там в келлере ну в подвальном помещении потом все это золу соберет надо ему еще мешок приготовить куда в эту золу выбросить вот вспомнила похоже он еще и будет газовую колонку наверно проверять потому что вот в такой сумке обычно стоит этот аппарат который проверяет газовую колонку не знаю посмотрим если газовую колонку будет проверять то это будет длиться немножко дольше девочки как у вас это происходит вы тоже готовите такой целомановый пакетик куда эту золу высыпают и потом оставляют дома и володя потом потом или выбрасываем в черный в черный контейнер придется мне теперь полироваться приготовил потом провожу я опять подсоединюсь к вам очень интересная вещь он мне сейчас рассказал он сказал внизу мы сейчас ничего чистить не будем я почему он говорит потому что внутри вода собралась вот в этой трубе трубопровода до собралась бы вода я бы с чего она там собралась он говорит но очень много было дождей в этом году и через трубу там короче крышечка на этой трубе не так сильно хорошо защищает трубу что туда попадает глава я вы знаете это такой у нас первый раз дома у нас сколько 17 18 лет 17 наверно или 18 не знаю точно уже я вот такой первый раз я слышу он говорит ягод и поднял вот эту вот метелку свою с неё вода капала я сразу понял что это не сможем правильно почистить потому что то что зола осыпалась вниз она попала в воду горит знаете быть что еще ну я умею что я теперь новый термин получил он говорит типа когда все высохнет тогда и все уберем я плану когда высохнет но я думала может там через три-четыре недели он сделает придет опять угоднение после зимы когда зимой вы опять камин будете топить от этой температуры там ведь высохнет и потом по весне мы придем хотя они приходят потом эти когда где-то по-моему в начале января и чистят камин я говорю странно ни разу не слышал не слышал ягод могу вам сказать что другие делают его что дел я нет я спросила а у других как у кого-то точно так же а у кого-то говорит сухой потому что вот эта труба как-то хорошо закрывать и у нас всегда нормально закрывалась ну наверно я так думаю по крайней мере потому что но никогда у нас не было такого что нам что там где-то вода стоит первый раз такое слышу я ему говорю некоторые знаете как что делать я вы что делают мне просто интересно ложат или туалетную бумагу туда прям в трубу или говорит новую кухароля я говорю и где я покажите мне он будет показать и покажите в общем пошли мы в кейлер вниз туда он открыт поймете мы же сами не можем вот этот ящичек открыть у нас же нету такого ключа которые вот открывают вот эти вот ящички вы знаете что я имею ввиду вот эти люки через которые они чистят он открывает и я правда вижу что там вода когда у нас такого не было я вот полупалась не придет я ему скажу или у нас там этим каким-нибудь ветром снесло вот это вот покрыл том что закрываю трубу сверху или человек короче не забуду володя еще расскажу короче я я говорю ну беру если хотите давайте сейчас делаем я буду так давай я беру этот кухонная воля кухонные полотенца целый рулон отрываю такую полоску гаднение не полоску все надо я буду я не подаю целый труд он прям туда и полностью ставит в эту в это отверстие я говорю о как мы зимой топить мы же будем камином пользоваться топить ничего не будет ну там я не знаю потому что тяги не будет или чё-чё-чё хотя тяга то наверх и лагонение можете так пользоваться а потом говорит я приду по весне и когда это все высохнет мы это все уберем может быть нужно будет много и поставить положить этот кухонное полотенце вот этот вот рулон или говорит может быть ничего не надо будет делать ну как-то странно ну ладно короче говоря больше он ничего не сделал я тебе берет и знаете что интересно мне теперь будет очень интересно какой мы получим счет но в принципе уже сверху почистила она просто это был просто эту залу не убрал наверное счет мы получим на вами наверно в пределах 40 50 уровень как обычно точно не помню о чем там я остановилась в общем вот такой песок такой блестящий какой-то я взяла ибо такие вот для свечек очень хочу вот так вот через одну поставить и вот такие такие вот тюльпаны у меня как раз здесь она кухня с розовым а это такой грязно-розовый цвет хочу такую новую декорацию сделать туда положить свечки вот эти вот маленькие ты электр и будет у меня на кухне новая декорация ладно это я купила потом в конце сделаю покажу так что я сделала сабринка попросила сабринка чтобы не видел сабринка попросила вот такие камушки которые самоклеющие вы знаете вот на парте вот клею кто-то она ведь хочу вот тут себе на глазах где-то приклеить такие вот жемчужинки но я не фотографировала все она мне говорила какие взять и взять в общем жемчужинки потому что мне платят ну вы увидите я не знаю когда у нее сейчас время нет она так часто равно сейчас работает почти каждый день и чё она в субботу работать знаете со скольким короче ей нужно уже после пол восьмого по моему быть во франкфурте она ничего даже не возмущался у нас какому работа же есть работа еще вот такие вот тема я сфотографировала прям целая вот это табло со всякими вот этой бижутерии но это такая дешевая бижутерия да вот это стоило 2 это мне как-то написал ой типа такая деловая а в эти закупаются мы знаем что такое 3 да все прекрасно знают что такое 3 и если тебе нужно какая нужна какая-то бижутерия буквально на один день которая потом поломается сразу и ее не жалко выкинуть вот такой браслетик так вот эти сережки такие серебряные стоили 5 евро так и еще я заходила в таком я вообще-то в принципе не особо захожу в этот магазин ну ну зашли я ж была не одна там еще вот такие сережки сабрини взяла тоже по моему они 5 уже 404 99 так детям я взяла но носочки это мне было знаете как сейчас расскажу носки такие взяла софийки такой вот свиторочек такой худи смотрите какой-то табора это не капюшон это такой вора сначала думала но сначала корень естественно корень из фотографировала на слава карина манда еще рано еще тепло а продавец рядом стоит и говорит я послушала коленку а продавец рядом стоит и говорит да сейчас тепло а потом говорит их не будет их просто раскупит 13 1299 ну такой цвет горчичный и софийки взяла вот такой вот свитерочек тоже такой вот он стоил 20 я тоже фотографии вначале посылала не смотрели понравилось такая хорошая продавщица попалась так хорошо все припаде спросила если у вас когда-то у меня была карточка от этого так он она сейчас карточки уже не функционирует нужно скачивать приложение в общем скачала я приложение прям непосредственно в магазине зарегистрировалась и получила 11 аэро скидку очень я должна была заплатить что-то 42 вырос копейками ночью там идет если вы на 40 аэро как для нового как для нового покупателя получается так если вы на 40 аэро покупаете то получаете там сколько-то процентов скидка в общем 10 аэро она сказала у меня почему-то получилось 11 аэро потому что у меня так больше это было на 42 аэро сначала у меня ярко нам не все посчитали у меня было 37 аэро она говорит еще что-нибудь возьмите на 3 аэро чтобы 10 аэро скидку получить ну я взяла софи чеку носки сначала думаю о чем будет возьмите вон носки носки всегда доски нужны всегда тем более что они сейчас тоже в ангиботе носки стоили 6 аэро короче 5 ура получается 5 пар по одной у раза носочек но вот такие вот покупки сейчас вот эту вот штучку сделаю свою декорацию но и покажу вам чтобы уже потом видео закончить и и что что про вот этот вот дорогой какой-то препарат я вам фотографию уже скажем закачала большая прям просьба если кто-то пробовал кому-то помогло или кому-то не помогло ну просто очень интересно стоит это покупатель стоит выбрасывать эти 200 или не стоит выбрасывать эти 200 я уже сказала что в комментариях почитала все писали хочу 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 знаете есть такой в тик токе такое идет типа если вы хотите пишите слово хочу я вам отвечу в директ и вот люди все хочу 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 всего два комментария было кто написал брала пила пропила два месяца ничего не помогло два комментария поэтому может быть кто-то из вас делал может быть кому-то помогло мне просто интересно вашим вашим делаю декорации показываю смотрите вот так получилось сейчас я еще зажгу свечи горят я люблю когда свечи горят но я люблю свечи когда горят особенно зимой тогда как-то более уют дома создает но здесь и сейчас тоже загорелась загорелась все смотрите какая красота свечи у меня вот такие вот ванильные у меня всегда такие свечи дома есть много помимо того что сабрина еще всякие разные покупают и вот такие вот ну как вам может быть вот эти вот две серебряные поставить рядом вместе в общем пишите как будет красивее если например вот так как красивее как первый раз было красивее как в таком образе буду ждать ваши комментарии все мои хорошие на этом я буду с вами прощаться всем пока пока и до завтра мои хорошие